Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Сейчас мы находимся в гипермаркете автомобильных запчастей в Минске на Домбровске 15. Также у нас полноценные склады в Москве и Питере. Отличный сервис и быстрая доставка во все регионы стран СНГ. Прямо сейчас то, что вы очень просили в комментариях. Компания Mazda выпускает собственные дизельные двигатели с 80-х годов. Двухлитровый дизель RF появился в 1984 году. За четверть века он перенес немало изменений, но геометрия цилиндров поршневой группы осталась неизменной. То есть диаметр цилиндров и ход поршней по 86 миллиметров. Версия в четырьмя клапанами на цилиндр появилась в 1998 году. Однако, как и у ранних версий, здесь использовалась конструкция ГБЦ с одним распредвалом. Разумеется, на протяжении производства двухлитровый дизель перетерпел все этапы эволюции. Изначально это был двигатель с фоеркамерным впрыском, затем в 1998 году его оснастили топливным насосом Denso V5, а в 2002 году его уже оснастили Common Rail от того же Denso. Сейчас мы разберем более поздний рестайлинговый RF 7J, который появился в 2005 году. На нем стоит топливная система Common Rail от второго поколения, турбина с изменяемой геометрией и выхлопная система оснащена сажевым фильтром. Надо отметить, что от первого RF 5C этот двигатель отличается практически всей навеской. Двигатель, в принципе, надежный, но есть несколько нюансов, о которых надо обязательно знать их владельцам. Сейчас подробно все расскажем. До 2004 года дизели Mazda не оснащались сажевым фильтром. В нашем моторе сажевый фильтр есть. Он очень чувствителен к качеству топлива, а именно к количественному содержанию серы в нем. Он часто забивается и, соответственно, часто активируется прожиг сажевого фильтра. Из-за этого солярка попадает в масло. Сейчас будет очень интересно, потому что инженеры Mazda это предусмотрели и сделали на щупе дополнительную отметку. На щупе есть две традиционных метки низкого уровня, полного уровня и отметка X. К ней уровень масла подбирается, когда в моторном масле появляется солярка. Посмотрите, насколько много может быть солярки в поддоне этого двигателя. Кстати, в дизельные двигатели Mazda нужно заливать только фирменное масло Dexelia 5V30 DPF. А теперь пару слов про интеркулер. При пробеге в 200 тысяч километров на алюминиевых фланцах образуются небольшие трещинки, но они настолько минимальные, что проблем с воздухом не возникает. Через эти трещинки выдувается масло, присутствующие во впуске дизеля. И после длительных поездок его можно найти на левом крыле либо же водительской двери. Это же масло растекается и по всему интеркулеру и собирает всю грязь. Ездить можно, но в таком случае интеркулер все-таки лучше поменять. Датчик массового расхода воздуха на дизельном двигателе Mazda 2.0 не очень долговечный. При его неисправности либо загрязнении двигатель начинает неправильно дозировать топливо. Это проявляется в жесткой работе и вялых откликах на газ. Двигатель можно и не завести в морозную погоду. Эти симптомы могут пропадать при перезапуске двигателя, а также при снятии фишки с расходомера. Это пока все, что вам надо знать. Итак, начинаем нашу разборочку. Поехали! На дизельных двигателях Mazda 2.0 традиционно устанавливаются турбины IHI на дореставленном варианте с индексом RHF и на 143-сильном, как наш мотор, RHV4V. Турбины, в принципе, надежные. Как и на всех турбинах здесь может подклинивать лопатки геометрии либо же шток актуатора. Часто турбины не додувают, и это выражается в потере мощности и черном дыме из выхлопной трубы. Также известны случаи течи турбины маслом, как в нашем случае. То есть масло течет либо наружу, либо внутрь. Если внутрь, то оно попадает во впускной коллектор, а вот это уже чревато разносом двигателя. На вакуумной трубке, управляющей актуатором турбины, находится вакуумная камера. Она выглядит как небольшой бочонок. Иногда этот бочонок теряет герметичность, и тогда возникают проблемы с управлением геометрией. Вообще рестайл мотору очень повезло, потому что он лишился доброй половины вакуумных магистралей. Вот, например, заслонка-глушилка на этом моторе управляется электронным сервоприводом. На дорестайле она управлялась вакуумным сервоприводом с двумя соленоидами. То же самое с клапаном EGR. На дорестайле клапан EGR управляется вакуумным сервоприводом, а у нас на дорестайле электронным. Вообще на дорестайловом моторе аж 7 соленоидов, которые управляют вакуумом. То есть эти соленоиды управляют клапаном EGR, геометрией турбины, заслонкой-глушилкой и вихревой заслонкой. То есть, если что-то случается с одним из семи соленоидов, тогда за полдня без хорошего диагноста уж точно не разобраться. Также отметим, что система рециркуляции отработанных газов на рестайле без теплообменника, а на дорестайле с теплообменником. Еще одна интересная особенность МАЗовского дизеля – насос гидроусилителя прикреплен к ГБЦ и приводится зубчатой шестерней. Больше в принципе про него сказать нечего, потому что он надежный. Вакуумный насос установлен на задней части двигателя и соединяется с распредвалом вот такой шестерней проставкой. Вакуумный насос на двигателях Mazda 2.0 не отличается абсолютной надежностью. Он не выходит из строя полностью, а может просто работать с посторонним стрекотом. Это может быть в каком-то определенном диапазоне либо же постоянно. Обычно причиной этому является люфт подшипника вала. Подшипник можно просто купить и поменять. Бывают случаи, что из-за подклинивания вакуумного насоса срезается вот эта шпонка. Тогда шестерня прокручивается и двигатель не заводится. Не заводится почему? Потому что вот этот датчик положения распредвала считывает неправильную информацию с этого венца. В приводе ГРМ используется зубчатый ремень, менять который надо каждые 100000 километров. Зубчатый ремень приводит в движение единственно распредвал, помпу и ТНВД. На дизельные двигатели Mazda 2.0 устанавливаются очень надежные ТНВД Denso. Ушатать их можно, разве что заправляя очень грязным топливом, и то из строя, скорее всего, выйдут форсунки. На рестайл и дорестайловом моторе ТНВД отличаются. Отличаются они шкивами и на более мощном рестайл клапан SCV компактнее. Клапан SCV – это единственное слабое место в этом насосе. Дело в том, что при больших пробегах между седлом и сердечником возникает выработка. И тогда форсунки получают больше топлива и возникают следующие симптомы. То есть плавают обороты, двигатель троит, иногда он может даже глохнуть без нагрузки, то есть в момент, когда вы переключаете передачи. Выход, меняем клапан и едем дальше. И наконец мы добрались до клапанной крышки. Вся эта конструкция выглядит очень архаично, потому что история тянется аж с 80-х годов. Один распредвал, рокеры, рокер давит на планку и планка приводит в движение пары клапанов. И поэтому не стоит удивляться, что тепловые зазоры здесь регулируются архаичной системой, винтами и гайками. Очень интересно, что под клапанной крышкой находятся форсунки и их обратка. Вот эти уплотнительные шайбы начинают пропускать топливо. И как вы думаете, куда попадает топливо? Правильно, в поддон. Чтобы решить эту неполадку, можно поменять эти шайбы либо обратку целиком. Но как обнаружить эту проблему под клапанной крышкой, непонятно. А сейчас тот эксплуатационный нюанс, о котором должны знать все владельцы дизелей Mazda. И речь сейчас пройдет о огнеупорных шайбах, которые установлены на форсунках в каждом дизеле. И если в каждом дизеле при прогорании шайбы раскаленные газы устремляются в атмосферу, то в дизелях Mazda они попадают в пространство под клапанной крышкой. Последствия прогорания шайб вы вряд ли увидите и пшиканье вы не услышите. Двигатель может таким образом проехать не одну тысячу километров. Раскаленные газы ухудшают свойства масла и это приводит к образованию нагара. И вот мы уже видим, что раскаленные газы начали свое темное дело. На распылителях мы видим нагар и двигатель проехал с этой проблемой еще совсем немного. В противном случае весь этот нагар ложился бы сантиметровым слоем везде в двигателе, то есть в ГБЦ забивал бы маслоприемник и все масляные каналы. И в таком случае Mazda дизель начинает стучать, клинить вплоть до обрыва шатунов. Форсунки Denso надежные, но крайне неремонтопригодные. Поменять можно разве что распылитель. Кстати, на данной форсунке по ходу его уже меняли. Износ штока либо конуса иглы распылителя приводит к чрезмерному сливу топлива в обратку. Обычно в этом случае возникают ошибки по пропуску воспламенения в цилиндрах с льющими форсунками. На первых дорестайлинговых двигателях RF5C применялись форсунки с калибровочными резисторами в кабелях. Вот кабель, вот резистор. Каждой форсунке должен соответствовать кабель с правильным резистором. Дело в том, что на ранних моторах RF5C именно резистор калибрует форсунки, а не электронный блок. Вот резистор. На нем указано число 17. На этой фишечке, чтобы люди не искали, тоже написано 17. И на форсунке тоже должен быть указан номер 17. Если здесь будут разные номера, то двигатель, скорее всего, будет троить. Этому числу соответствует определенное сопротивление. Всего таких значений 25. Если кому интересно, они все указаны в таблице, то есть в инструкции к двигателю. Новые или БУ форсунки DENSO без калибровочных резисторов нужно калибровать. Собственно, калибровку проводит сам блок управления на заведенном двигателе. Только калибровку надо запустить с помощью фирменного либо стороннего ПО. Хотя есть способ поколдовать с проводами, которые описаны в интернете. Несмотря на то, что проблемы с газом из камеры сгорания уже начались, распредвал у нас просто в отличном состоянии. Мы видим потливость в камерах сгорания и, скорее всего, всему виной турбина. Турбина, которая гнала масло во впуск. По цилиндрам хон просматривается и со стороны выпуска есть потертости, которые на ощупь не ощущаются. Также можем отметить, что верх цилиндров и донышки поршней в масляном нагаре. Спасибо турбине. Отметим, что в первом и четвертом цилиндре видна разница в распылении топлива. Там, где у форсунки был новый распылитель, то есть в четвертом цилиндре, рисунок на донышке поршня говорит о более качественном распылении. И вот о чем мы говорили. Деградирующее масло забивает маслозаборник. И, как мы видим, здесь процесс только начался. Смотрите, и все-таки конструкция дизеля Mazda очень серьезная. Даже маслонасос приводится в движение вот такой большой шестерней. Блок в этом двигателе чугунный, жесткий, но еще для большей жесткости японцы установили в этот блок вот такую раму. Привет из 80-х. Вот такие большие массивные поршни, но что с ними сделало масло? Это фиаско. Обратите внимание на маслосъемное кольцо. Оно подвижно, но закоксовано. По компрессионным кольцам вопросов нет, а на вкладыше первого шатуна мы видим задиры. И совершенно ожидаемо, что у нас коренные вкладыши тоже с задирами. Коленвал у нас тоже не фонтан. Задиров нет, но шейки потертые. Господа, не обессудьте. Двигатель Mazda действительно надежный и ходит много тысяч километров. Но из-за маленького нюанса с шайбами форсунок его можно довести вот до такого состояния. Разборка закончена и сегодня мы разобрали на наш взгляд сложный дизель, который при правильном обслуживании может пройти много тысяч километров. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Обязательно заходите на наши соцсети. Смотрите наш проект EBIT и CRUSHING. Четвертая часть уже вышла. И помните, что с вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг-М». КАЛАСА ПОЗУЧИТ КАЛАСА КАК КАК Продолжение следует...